Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой вышивальный канал. В этом видео я хочу подвести итоги лета 22 года, получается, с периода с июня по август включительно. Что я вышивала, какие финиши. Начнем с первой работы. Это не та, которая у вас представлена на экранах. Сейчас я вставляю фотографию. Это я вышивала своей подруге в подарок к ее дню рождения маленькую фиолетовую тыкву. От дизайнера бесплатного. Здесь вставлю имя, потому что не помню точно. Найду, вставлю. Вышивала я эту работу вместе с... Ну, то есть я ее вышила. Маленькую, небольшую тыковку. И подумала, что-то как-то мне хочется ее оформить в подушку вязанную. Ну, подушка большая получилась, конечно. И оформила ее в подушку. Все вместе это заняло 7 дней. В тыкве было 1311 крестиков. Я, наверное, все это время просто... Несколько фотографий вставлю, как сама тыква выглядит. Как выглядит тыква на подушечке. То есть у вас будет все это на экранах. В ней 7 цветов. 2 бленда. Бэк в одну. 2 нити. В принципе, это была легкая работа. Еще в подарок подруге. Это вышивалось вообще легко, на одном дыхании. И, в принципе, Оле вроде понравилось. Далее. Это то, что вы видите на своих экранах. Это воздушные шары от жароптицы. Закончила я их 16 июня. За 14 вышивальных дней работа была параллельна. Я ее, ну, не особо брала. Так, по чуть-чуть с остальными. В ней было 2204 крестика. 1996 полукрестика плюс бэк. Всего в ней 21 цвет. 2 бленда. Бэк в одну-две нити. Полукрест в одну-две нити. Сейчас также покажу превью и остатки от этого набора. Как будто так берешь. Превью такая. Бах! И она живая. Вот так должно было получиться. Вот так. Вот так получилось. Тоже сейчас максимально близко попробую показать. Крестики, полукрестики. Мне эта работа очень сильно понравилась. У меня есть еще две миниатюрки из этой серии. Я хочу их тоже вышить. И оформить в рамочку. Потом в деревянную. Вот жароптицы тоже. И изнанка. В принципе, очень-очень яркая, красивая тюльпана. На новое поле. Мне нравится. И покажу остатки ниток. Я сохраняю все, что у меня есть. Я хочу сохранить за год. Потом, может быть, кому-то отдать. Вдруг кому-то понадобится. Или даже продать. Вдруг кому-то понадобятся остатки наборов. То, в принципе, еще точно хватит на один отшив. Вот такие миниатюрочки. Вдруг какому-нибудь дизайнеру, который захочет разработать схему, понадобится схему. А я такая. А пожалуйста. А пожалуйста, недорого. Шутка. Далее. Следующий мой мини-финиш. Это мороженое от РТО на деревяшке. Закончила я эту работу 30 июня. За 8 вышивальных дней. Здесь идет 13 цветов. 225 крестиков. И эта работа сломала мне 4 иголки. Поначалу мне все нравилось на деревяшке, в принципе, зашивать. Покажу поближе тоже ее сейчас. Но потом, когда уже начинается частичная зашивка. И где у тебя уже есть, допустим, в клеточке 2 крестика. А еще 2 надо сделать. Оооо. Это было просто страдание. Потому что иголка не проходит. Я вышивала 26-ми. Здесь в комплекте шло, по-моему, 2 26-ые иглы. Обе сломаны. Плюс еще. Либо одна, либо две. Плюс еще мои из запасов иглы. Она тоже поломала. В общем, я когда заканчивала эту работу, я материлась. Благим матом. Но я говорила, что я больше никогда в жизни не возьму деревяшку. Так выглядит сзади магнит приклеен. Ну просто. Вот это подарок от моей лучшей подруги. Сейчас она будет смотреть это видео. И думаете, да-да, я тебе больше никогда никаких подарков не подарю. Но правда, нет. Мне нравится, как выглядит результат работы. Да, мне, ну то есть, но вот эти воспоминания, что это мороженое сломало мне 4 иголки, это, конечно, я не забуду никогда. Вот так выглядит превью. Сзади схемы. Так. И ниточки сейчас тоже покажу. Остатки здесь 13 цветов. Как я уже говорила. Здесь ниточки DMC идут. Ну, в принципе, тут, наверное, тоже хватит еще на один отшив. Потому что я, ну, стараюсь довольно экономно вышивать. У меня, в принципе, всегда остаются ниточки с запасом от наборов. Вот. Вот так выглядит. В принципе, правда, она у меня висит, мороженое висит у меня на холодильнике. Оно украшает, ну, мою коллекцию. В принципе, это очень красивое мороженое, да, я не спорю. Но вот этот сам факт. Осадочка-то остался, как говорится. Следующая. Следующая работа. Это красная смородина от MP Studio. Это мне тоже Оля прислала серию ягод в подарок. Она в этот момент вышивала лимонник. И я увидела, и тоже что-то так захотела поушевать. Но я выбрала красную смородину. Так выглядит превью. Вот так выглядит моя вышивка. В принципе, очень красивый результат получился. Мне прям, ну, эстетически нравится. Плюс эта ягода у меня ассоциируется с бабушкой. Потому что только у бабушки на даче я пробовала красную смородину. Красную смородину. Но. Есть одно но. Вот эти цвета. Розово-красно-зеленые. В перемешку. То есть, это очень легкая схема, правда. Там просто бери нитку и вышивай, вышивай, вышивай. Но это как-то, не знаю, утомляет. Вот эта монотонность. Что зеленый, розовый, зеленый, розовый. Ну, то есть, шло, поэтому, я думаю, довольно долго. Я вышивала 15 дней ее. В этой работе 20 цветов. Из них 4 бленда. Бэк в одну две нити. И бэка 9 цветов тоже. И всего 4105 крестиков. Сейчас тоже работу сначала покажу поближе. Очень мне нравится вот эта надпись. Очень красивая, правда. Ну, то есть, по итогу результат мне, правда, нравится невероятно. Но сам факт, когда... Не только у меня просто такое впечатление сложилось. Оля тоже, когда вышивала лимонник, у нее тоже такое же впечатление, что, ну, как-то оно вот не идет, эта работа. Но в целом, да, конечно, это красиво выглядит. Также сейчас... А, изнанку покажу сначала. Изнанку. Ну, как всегда, там тоже не особо ровно все. В надписях я делала протяжки. Меня вообще это не смущает нисколько. То есть, может быть, даже видно на какой-нибудь просвет. Здесь протяжки. Ну, и что? Ну, это же ручная работа. То есть, в этом плане у меня нет таких заморочек. Мне легко в этом плане. Ну, и плевать. Также здесь идет, получается, схема на висе А3. Я сейчас кусочек только покажу. Просто, чтобы не так понимаю. Ну, типа вот так. Цветная схема на А3. И я копировала ее, делала копию, чтобы зачеркивать. Потому что иначе, ну, невозможно. То есть, мне не хотелось портить оригинальную схему. Я делала копию и зачеркивала на ней. Остатки ниток. Цвета вам сейчас покажу. Ну, то есть, в целом, смотришь на палитру. Такие довольно приятные оттенки. Все. Зеленые, розовые, да? Вот, пепельно. Розовый вот этот цвет. Тоже красиво. Очень коралловые оттенки. Да, но когда вышиваешь, почему-то вот оно все довольно тяжело идет. Но, в общем, эта работа была вышита. И слава богу. Ну, то есть, мне нравится результат. У меня есть еще из этой серии две, по-моему. Ягодки. Черная смородина и калина. Черная смородина мне очень сильно нравится. Возможно, я ее тоже буду брать и вышивать. Но это не точно. Ну, то есть, я не знаю, как... Ну, не в ближайшее время, скажем так. Возможно, следующим летом или следующей весной. Но не в ближайшее время. Далее. Следующая моя работа. Это... Я ее называю парижанкой. Антроптица. Лиса. Такая. На велосипеде с багетом. С багетами. С маками. В берете. Вышита у меня за 14 дней. Здесь 22 цвета. Из них 2 бленда. Бэк в одну, 2 нити. 3585 полукрестиков. 2126 крестиков. И 27 бисеринок. 27 фрузелков я заменила на бисеринки. Также полукрест в одну и две нити. Так выглядит превью. Так выглядит моя лиса. Тоже почему-то эта лиса из серии шла у меня довольно долго. До этого я вышивала лису с тортом. Она вышилась немного быстрее. Так. Сейчас покажу максимально близко крестики. Крестики. Полукрестики. Так. Тоже так же результат мне очень понравился. Ну то есть, когда все получается, да, в бэк на ней оформляется, там бисер пришивается. Вот здесь у него в шарфе бисер. Конечно, это выглядит очень красиво. Но почему-то тоже вот шло довольно долго. То есть, я там брала по 200, по 300 крестиков максимум. И все. И как-то дальше не шло. И долго все это как-то вышивалось. Но в итоге я взяла себя в руки. Дошила. Чему несказанно рада. Очень красивая лиса. Вторая из моей серии. У меня еще есть, получается, три. И одна задвойная я буду Оле в подарок вышивать потом как-нибудь. Вот. Очень красивая. Красивая получается лиса. Также покажу сейчас ниточки. Это я, кстати, бленд вот так делаю. Мне очень удобно. То есть, беру у нас на последние ячейки, например, здесь два бленда было. Соединяю ниточки и оставляю, чтобы каждый раз не соединить. Желтые, оранжевые оттенки. И коричневые, и бежевые. В общем и целом, конечно, ну, красивый, правда, результат. То есть, я ее потом, может быть, даже оформлю. У меня вообще проблемы с оформлением. Они у меня красиво в рулончике лежат. Очень редко оформляю свою работу. Желее об этом, но просто у меня еще тут нет столько пространства. На самом деле, куда бы я все это могла свою всю красоту повешать. Ну, что-нибудь будем думать. Вот. Следующую мою работу покажу. Следующие мои финиши. Я сразу скажу, что каждый магнитик я считаю как отдельный финиш. Потому что это как маленькая законченная работа. Первым я закончила, получается, 14 июля. Крошку пива. В кружке пива 851 крестик плюс бэк. Максимально близко сейчас попробую показать крестики. Так. Ну, и сзади фетр с магнитом приклеен. Далее. Потом. Да, сразу скажу, что каждая из этих работ вышивалась по 3 вышивальных дня. То есть, это самый легкий набор магнитов в моей жизни. Мне очень нравится, как выглядит результат. Я кайфовала от процесса. Ну, то есть, я когда увидела вот этот набор, я влюбилась. Мне муж сказал, закажи. Я заказала. Потом у меня там были еще процессы. И вот, когда я добралась до этого набора, я так кайфовала. Правда, я так не хотела, чтобы он заканчивался. Я максимально откладывала каждый следующий магнитик, чтобы, ну, еще немножко расценить удовольствие. Потом я вышивала клевер. Тоже попробую максимально близко показать крестики. Тоже 3 дня. В клевере 892 крестика плюс бэк. Здесь немножко сзади кривенько обрезала фетр. Ну, ничего страшного. Все равно не видно на холодильнике будет. Ну, висит уже. Далее котелок радуги. В нем 873 крестика плюс бэк. Кстати, хотела сказать, что вот здесь есть звездочка бэком нарисована. А на плевею ее нет, а в схеме есть. Поэтому у меня немножко по-другому выглядит. Крестики. И сзади фетр с магнитом. И последний это леприко. А, уточню. 27 июля клевер закончила. 1 августа котелок. И 8 августа леприкона. В нем 723 крестика плюс бэк. Самый маленький получается по крестикам. Но при этом тоже очень-очень легкий. Вот так выглядит в превью. Я вышивала все по бумажной схеме. Схема черно-белая. И остатки ниток также покажу. Вдруг кому-то это все-таки будет интересно. Здесь мне все нравится. И цвета, и как схема разработана. Все реально очень легко. Ну, то есть это не первый мой набор магнитов. От жар-птицы на пластике. Но это прям самый легкий. И, ну, очень-очень красиво. Мне правда очень нравится, как выглядит результат. Он висит у меня на холодильнике. Украшает меня. И я каждое утро прохожу мимо. И прям радуюсь. Очень красиво. Мне прям невероятно нравится. Я продолжила первую работу, чтобы в кадре было не так пусто. Следующий мой финиш этим летом был 11 августа. Вышивка всего составляла 4 дня. Это я вышивала мужу в подарок. Бисером пришивала его, получается, к холсту. Фирма Абрис Арт. Здесь было 9 цветов бисера. Ну, и получается, что 336 бисерин всего. Покажу поближе. Я, кстати, фотографировала вчера. Вот так. Фотографировала вчера эту работу. Здесь, наверное, попозже вставлю фотографию. Ну, чтобы для Инстаграма выложить покрасивее. Ну, поискала место. Нашла, в принципе, мне понравилось. То есть, мне кажется, очень даже красивая фотография. Вот здесь, наверное, сейчас вам ее вставлю. Вот. Там еще отретуширую. Вообще будет замечательно. И сзади выглядит вот так. Магнитик. Здесь как рамочка идет. Ну, об этой работе, в общем, нечего рассказывать. Тут ничего сложного не было. Но это первый мой опыт на пришивание бисера к холсту. Мне очень понравилось. Необычные ощущения. И давайте следующую работу покажу. Ну, и последняя моя работа, которая готова пока что летом. Может быть, еще прибавится. Но это пока не точно. Это новогодняя такса. Товна. Вы уже видели и процесс, и финиш на моем канале. Закончила я ее 22 августа. Вышивала 17 дней. Всего в ней, получается, 24 цвета. Из них 4 бленда. 6563 крестика. 1569 полукрестиков. Бэк в одну, в две и в три нити. Также покажу поближе сейчас работу. От нее у меня нет остатков. Все, разобрала уже по местам. Вообще, это очень красивая работа. Очень реалистичная она получилась. Прям... Особенно вот этот взгляд ее. Это вообще какой-то... Какая-то невероятная красота. Также сзади сейчас покажу изнанку. Да, тут, как всегда, протяжки. Бэк я протягиваю. Ну, мне, в принципе, они. Вот. На этом, наверное... Я завершу. Возможно, будет еще одна вставка. Если я успею гуся на этой неделе доделать. Но финал я запишу попозже. Ну, вдруг будет еще, правда, гусь. Я запишу финал тогда уже отдельно. И все-таки я успела за это летом вышить гуся. Поэтому в этом видео вы видите еще вставку финиша гуся. Я закончила его 30 августа. Всего вышивала эту работу за 9 дней. На работе в августе решила закончить его. За два дня вышло 735 крестиков. Ну, в принципе, это немного. Плюс бэк. Работа очень красивая получилась. Здесь крестиков 2510 и 250 полукрестиков. Сейчас тоже покажу эту работу вам поближе. Вот такой миленький бантик. Мне кажется, очень даже прикольно выглядит. Надо его будет просто пришить. И, наверное, когда я буду оформлять, он будет смотреться на своем месте. Покажу работу поближе. Все крестики, все полукрестики. Как выглядит с бэком. Это тут ниточка какая-то. Извиняюсь. Гусь прилипла ко мне. В принципе, это очень и нежный. Сам гусь таких нежных голубых, розовых оттенков. Ну, а за счет вот таких ярких деталей, как ярко-желтый нос, ярко-желтые ножки, розовый бантик. И рядом с ним клумбы с яркими цветочками, бабочками и лейкой. Выглядит и ярко в том числе. То есть, дизайнер прям красиво смог совместить в этой работе сочетание, да, что и нежненько, и красиво, и летнее. Вообще такая очень-очень сочная работа получилась. Также сейчас покажу изнанку в этой работе. Она не идеальная, я никогда не стремилась к идеальной изнанке, просто сама по себе вот какая есть. Тут остался небольшой кончик. Надо его закрепить с помощью нитковдевателя, а то не получилось. Вот. Такая красотища. Еще одна в... Получается, это 12-й финиш за это лето. И мне это прям невероятно нравится. Это прям вообще... Такие ощущения. Особенно, когда у тебя... Ну, мне казалось в какой-то момент, что нереально закончить этот процесс до лета. До конца лета. Ну вот, тадам! Иногда окажется нереально, очень даже вполне сбыточной мечтой. И так же хотела. Хотела сделать вставку в это видео, потому что на самом деле, на протяжении всего лета, то есть начиная с 1 июня по 31 августа, я вышла в дельфинах 28468 крестиков. Да, это не финиш, я понимаю. Ну, как бы, просто, если подводить прям итоги лета, то мне кажется, что без дельфинов не обойтись, потому что я очень много за это лето вышла. Именно в них. И это, как бы, такой большой пласт, да, работы. И поэтому решила вот тоже сделать такую небольшую вставку по поводу дельфинов. Ну, чтобы тоже каким-то образом, там, статистически обозначить, что дельфины были на протяжении всего лета. И еще хотела добавить, что за это лето я вышла... 51 тысячу. И 84 крестика, ну, за 3 месяца, получается, и то го. В принципе, это очень неплохо за 3 месяца вышивать 50 тысяч, но у меня был в июле отпуск, поэтому в отпуск я прям старалась. Там больше 21 тысячи вышло крестиков. Но надеюсь, что в таком же темпе я буду продвигаться. Просто это мой первый год, когда я считаю вообще крестики. До этого я таким не занималась. Просто вышивала и вышивала. Наверное, на этом я хочу подвести итоги этого лета. Лето было классным, продуктивным. Надеюсь, что следующие сезоны этого года будут такими же. И в целом, ну, то есть, мое увлечение вышивкой и вот мое новое увлечение ютубом, они будут приносить мне все так же много удовольствия и ощущение какой-то, не знаю, реализации себя как творческой такой личности. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео. Это небольшие итоги, как мне кажется. Но в целом, очень даже для начала ничего. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Продолжение следует...